Запретят ли россиянам въезд в Европу? Это Владимир Милов и я расскажу вам сейчас о том, какие дискуссии происходят на уровне Европейского Союза. Я думаю, вы знаете, что многие европейские политики требуют такого тотального запрета въезда в Евросоюз для всех россиян на фоне той агрессии и войны, которую Путин осуществляет в Украине. Вот многие считают, что мы все виноваты, нам надо всем закрыть границу. Все дело в том, что этот вопрос будет обсуждаться 30-31 августа на совещании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Там готовятся определенные решения. Возможно, когда это видео выйдет, вы уже о них узнаете, но я очень активно и подробно взаимодействую и работаю с европейскими политиками, в том числе и по этой теме. Все последние месяцы и годы. Хотел вам немножко рассказать, что я об этом думаю, как я вижу изнутри эти дискуссии и этот процесс. Но вот первое здесь, вы спрашиваете, что будет с визами. Друзья, здесь, как это не тяжело говорить, нам, конечно, придется приготовиться к серьезному ужесточению визового режима. И оно уже идет. С начала войны, вы знаете, что многие посольства очень сильно усложнили прием и обработку заявлений на визы, их выдачу. У многих невозможно записаться там даже на оставшиеся месяцы этого года. Вот, поэтому там, что бы ни приняли в Евросоюзе, просто по факту, вот, возможность получения шенгенских виз и въезда в ЕС, вида на жительство, возможности учиться в Европе, это будет очень-очень сильно сокращаться. Это печально, но это, к сожалению, неизбежное следствие той войны, которую начал Путин. И вот мы должны с вами понимать, что виноват в этом именно Путин. Потому что все-таки, несмотря на то, что многие из нас много лет делали все, что могли для того, чтобы бороться с путинским режимом, с его внешней агрессией, но, тем не менее, нас все равно воспринимают как единую страну. Это факт. Мы все граждане России. У нас российские паспорта. Поэтому мы, конечно же, с вами противники коллективной вины и коллективной ответственности. Это неправильные принципы. Но просто по факту нам придется в значительной мере ее нести. Просто потому, что мы все имеем российское гражданство. В условиях войны, вот как это ни грустно, это все неизбежно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что здесь вот эти предложения о таком тотальном визовом бане, которые звучат из некоторых стран, страны Балтии, Восточной Европы, Финляндия, эти предложения не находят поддержки. Очень многие здравые и рациональные политики, прежде всего, из Западной Европы, выступили резко против. Против выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. Франция против, Португалия против. И, например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже высказался крайне негативно о тотальном запрете для россиян. Многие из этих политиков, они говорят очень правильную вещь. Что мы не воюем с россиянами. Мы противостоим Путину и его агрессии. И мы не считаем, что надо наказывать невиновных, то есть тех россиян, которые не поддерживают войну просто по факту того, что они оказались с российским паспортом. Мы посылаем лучи поддержки и сочувствие тем россиянам, которые не поддерживают Путина, не поддерживают войну. И даже если вот не видят для себя возможности как-то открыто против этого бороться, но тем не менее они вот никак не виноваты. И они в будущем, эти люди, смогут стать основой новой нормальной демократической России, которая вот будет мирно со всеми сосуществовать. Поэтому я очень рад, что вот в Европе доминируют все-таки политики такого здравого, рационального толка. И что Шольц, Боррель и другие заняли здесь правильную позицию. Но, тем не менее, даже они говорят о том, что, ребят, вот вы знаете, прежде всего, конечно, речь идет о туризме. Когда Россия бомбит украинскую территорию, под ракетами и бомбами гибнут невинные люди, огромные разрушения, сотни тысяч погибших, миллионы беженцев. Невозможно допускать, чтобы россияне продолжали ехать в Европу просто отдыхать. Поэтому, прежде всего, то, что будет происходить, это будут, конечно же, сокращаться возможности для туристического въезда. Это вот просто факт. Здесь в целом в Европе существует консенсус. С другой стороны, вот сейчас очень много разговоров о том, что все-таки надо продолжать сохранять возможность выехать тем россиянам, которые, прежде всего, пытаются эмигрировать в гуманитарных целях. Или избежать преследований, посадки в тюрьму. Или речь идет о родственниках тех, кто уже уехал. Они, в том числе по Хельсинской конвенции, имеют право на воссоединение, на возможность свободно общаться со своими родными. Я думаю, что, к сожалению, тоже из-за всего ужесточения визовой политики, эта ситуация тоже, к сожалению, будет осложняться. Я уже знаю многих активистов и их родственников, которым сложнее получить визу. Некоторым даже отказывают. К сожалению, это не единичная ситуация. Но, тем не менее, вот мы здесь, ваши соотечественники, сограждане, которые находятся в Европе, нас здесь слышат очень активно. В том числе то, что Европа отказывается от идеи тотального визового бана для россиян, это результаты нашей работы. Хотя нам приходится тяжело и много приходится сталкиваться с оплевыванием со стороны таких горячих голов, которые говорят, что всем русским надо всех их куда-то закэнселить. Мы много здесь вот из-за этого попадаем под удар. Я думаю, что вы в соцсетях и в СМИ тоже это можете видеть. Но, тем не менее, мы работаем. И вот здесь тоже большой наш вклад в то, что тотального визового бана не будет. Мы сейчас очень активно работаем не просто на том, что там рассматривать какие-то индивидуальные случаи, а для того, чтобы появился на европейском уровне механизм оценки того, что да, вот многие люди действительно, они не поддерживают Путина, не поддерживают войну и едут сюда в гуманитарных целях. И не надо препятствовать им с визовыми барьерами. Хотя, конечно, въезд станет сложнее, потому что для многих из тех, кто находится в непосредственной опасности и должен выехать быстро, обычным решением как раз была вот эта вот самая краткосрочная туристическая виза С шенгенская. Сейчас, я думаю, их перестанут выдавать. Но, тем не менее, будем искать способы. И еще раз повторю, что мы здесь делаем все для того, чтобы вот не просто кому действительно нужно могли выехать, а для того, чтобы россияне не чувствовали, что, знаете, вот там, как сейчас путинская пропаганда вот на это сядет и будет вам рассказывать. А, вот видите, все эти европейские ценности, это только слова, а на самом деле они просто русских не любят, это просто русофобия и это просто такой конфликт по этническим линиям. Там, украинцы хорошие, а русские, значит, все по определению плохие. Есть такие горячие головы в Европе, которые это говорят, но вы видите, что разум здесь, конечно же, торжествует и такая политика на уровне Евросоюза поддерживаться не будет. Вот как раз мы очень рады, что этот ценностный подход, он возобладал и мы здесь еще раз повторю, что будем в это вносить всяческий вклад. Ну, с практической точки зрения, вот сейчас они обсуждают решение, там, возможно, когда вы увидите это видео, оно уже будет принято. О том, чтобы разорвать договор с Россией об упрощенном порядке выдачи виз, когда мы платили за шенгенскую визу 35 евро и был определенный порядок, достаточно простое ее получение. Сейчас, возможно, вместо 35 евро виза будет стоить 80 и, скорее всего, усложняются процедуры ее получения, но, тем не менее, выдачу виз не прекратят. Вот, поэтому еще раз повторю, что здесь, там, вне зависимости от того, что Евросоюз примет, надо ждать, конечно, ужесточения ситуации и так будет до тех пор, пока Россия ведет агрессивную войну, оккупирует украинские территории. И вот здесь, друзья, ничего не сделаешь. То есть, невозможно, чтобы было так, что Россия продолжает бомбить и атаковать Украину, убивать украинцев, а визы можно получать в прежнем упрощенном порядке. Нет. Конечно, шаги в сторону ужесточения будут. Но, мне кажется, вот по итогам всех наших переговоров и дискуссий, вот мы получили две очень важные вещи. Первое – это заверение от наиболее влиятельных политиков в Евросоюзе, что нет, мы, конечно же, не смотрим на всех русских одинаково, не берем их всех под одну гребенку и не занимаемся уравниловкой. Конечно же, мы отличаем тех людей, которые не поддерживают путинскую диктатуру, не поддерживают путинскую войну от всех остальных. И второе – что Европа не закрывает дверь для тех, кто действительно находится в опасности, для родственников. Отдельная важная тема, о которой вы многие спрашиваете – это обучение. Вот пошла такая волна, типа, выгонять всех русских студентов из европейских университетов. Понятное дело, что это идиотизм, потому что, прежде всего, когда речь идет о студентах мужского пола, вот и хорошо, их выгнали из Европы, у них прям прям прямой шанс попасть под мобилизацию и оказаться на поле боя в Украине. Ну, это глупая, глупая просто политика, да? Вот. По студентам у нас идет такая отдельная жаркая дискуссия, но я уверен, что мы тоже, по крайней мере, в большинстве случаев возможность учиться в Европе отстоим. Это еще и очень важно для будущего нашей страны, потому что, конечно же, нам в будущей нормальной России понадобятся люди с хорошим европейским образованием. Так что, смотрите, боремся. Ситуация тяжелая. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Вот во всех этих осложнениях, и в том числе и в этой всей риторике о том, что русским надо всем все запретить, виноват Путин. Виноват Путин. И больше никто. Если бы не было его преступной агрессии против Украины, ничего бы этого и не было. Продолжали бы ездить как раньше, как вот мы ездили до всех этих событий. Кстати говоря, пока не началась война, помните, вот, например, участники правящей германской коалиции еще год назад на выборах всерьез говорили, что надо ввести безвиз для всех россиян моложе 25 лет. Кстати, вот для того самого поколения, которое сильнее всего не поддерживает путинскую войну. И вдруг вот за полгода это как в калейдоскопе поменялось. Это поменялось из-за Путина. Из-за развязанной им войны. Поэтому, я понимаю, там происходит в интернете очень много всяких бурных дискуссий. Я понимаю, что вам не нравится то, что пишет бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес на эту тему. Мне тоже это не нравится. Но, тем не менее, виноват в этом всем Путин. И топик стартером является Путин и развязанная им агрессия. Но, второе, тем не менее, я хочу вам сказать, что несмотря на то, что вот этот такой голос людей, которые готовы ненавидеть прям всех русских без разбора, он громко слышен, но их не большинство. И очень многие люди в Европе понимают, что все совершенно вот не может краситься такой черно-белой краской. И что в России миллионы людей, которым надоел путинизм, который категорически против войны, что нам очень тяжело. Понимают, какой невероятный масштаб давления и репрессии у нас есть со стороны всей этой путинской диктаторской машины. Поэтому это очень хорошо. Такой диалог идет. И я думаю, вы его отголоски можете слышать вот в выступлениях тех влиятельных европейских политиков, которые очень резко выступили против визового бана. Поэтому ждем сейчас решения Евросоюза. Но я не думаю, что оно будет тотальным. Хотя ужесточение, конечно, пойдет. Это Владимир Милов. И продолжим вас апдейтить по всем этим вещам. И еще раз я подчеркиваю, что вот то российское сообщество политическое, которое в Европе находится, мы никогда наших соотечественников не бросим. И продолжим защищать политические права для вас, для тех, кто против Путина, против войны. И мы категорически против вот всей этой уравниловки, которая стала звучать в последнее время. Так что, несмотря на ухудшение ситуации, вот фатального визового бана, я думаю, не будет. Но, тем не менее, нам, конечно, надо готовиться к очень непростым временам. Скоро увидимся снова. И я продолжу вас апдейтить по тому, как развиваются все вот эти непростые политические процессы в Европе и не только.